В роли помощника нового вожака стаи, моя повседневная жизнь стала еще сложнее и утомительней. Стая Мерари даже после стольких потерь все еще весьма многочисленная. Я бы мог провести здесь десяток лет, но так никогда бы и не запомнил имена всех ее членов. К моему удивлению, стая приняла меня так же легко, как в свое время это сделала Мерари. Теперь она законная наследница, а я человек, победивший узурпатора. И разумеется, такая пара многих заинтересовала. Несмотря на мое положение, от меня не ждут слишком многого. Моя основная задача в стае – обучать всех, особенно детей, человеческой культуре и ее особенностям. Как избегать ловушек, когда лучше сбежать и когда сражаться. Какую человеческую еду можно есть, а какую нет. Кроме того, в моей жизни будет еще минимум два важных события. Первое, как партнер Мерари, я буду воспитывать наших будущих детей. Конечно, это не обязательно. Но династия вожака должна продолжаться. И лучший способ – это завести как можно больше детей. А то вдруг какие-то еще умрут, а так будут запасные. Да, нормально. Второе. До или после того, как у нас появятся дети, мы с Мерари хотели... Ох, ты ж нихуя ж тебя! Пожениться! Должен сказать, меньше всего со дня нашей встречи я думал о свадьбе. Не ожидал, что у вас тоже есть подобные обычаи. Хе-хе-хе. Из того, что ты рассказал мне о человеческих свадьбах, мне кажется, они не сильно отличаются от наших. Наша свадьба заканчивалась простой клятвой – любить друг друга до конца жизни. Да уж, у нас все сложнее в этом плане. Мы тратим кучу денег, делаем тонны фотографий и берем кредиты. Берете кредиты? Забудь, это была шутка. Подумать только, ты будешь вести за собой всю стаю. Мы будем ее вести. Может, я и вожак стаи, но я все еще рассчитываю на твою помощь. Правда? Я думал, моей единственной обязанностью будет воспитывать детей и рассказывать им о человеческой культуре. Это тоже важно, но тебе придется заниматься не только этим. Я, конечно же, и не позволю тебе забыть о твоей главной работе. Моей главной работе? Да поебывать ее время от времени. Ожидая, что я задам этот вопрос, Мерари встает на носочки и целует меня в щеку. Всегда любить меня. Это обещание я могу сдержать. И мы закрепили нашу клятву поцелуем. Что? Это все? Все или не все? Да, это все. Что ж, наконец-то мы заканчиваем волчьи хвостики. А лично мне Навала понравилась. Она миленькая была до момента, когда они начали ебать все живое. Что находится недалеко от них. Надо было заодно выебать еще ту девку, которая пришла из стаи. Ну так, на всякий случай. Но тем не менее, была очень лампово. Да и по атмосфере зимненько. А я зимненько люблю. В общем-то, че. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Стыкайте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мою инсту. Все ссылки в описании и в комментариях. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в новых прохождениях. Пока.